День зимнего солнцестояния Карачун или Корочун Вот откуда это словечко-то пошло Какое интересное слово Могу пояснить Это самый короткий день в году И один из самых холодных дней зимы Считалось, что в этот день берет свою власть Грозный Карачун, божество смерти Подземный бог, повелевающий морозами В общем, злой дух какой-то Слуги грозного Карачуна Медведи-шатуны, в которых оборачиваются Бураны и метели волки Считалось, что по медвежьему хотению И зима студенная длится Повернется медведь в своей берлоге На другой бок Значит, и зиме ровно на половину пути до весны пройти осталось То есть сегодня все медведи ворачиваются Да, отсюда и поговорка На солнцеворота Медведь в берлоге поворачивается С одного бока на другой Жалко, мы не сможем это посмотреть Да и, наверное, не надо Так как бы шатуновцев встречать не хотелось бы Собственной безопасности В общем, и с Карачуном вас поздравляем И с наступающим Новым Годом Ровно 10 дней, да? Остается 21-е раз сегодня число Ну раз сегодня 21-е, я верю тебе Ладно, давайте пройдемся по нашей сегодняшней программе После 13 часов слушайте передачу «Союз нерушимый» Видео мы ее, напоминаю, вместе с Азизом Агаевым И сегодня там пойдет речь Ой, там сегодня замечательный просто гость Передача будет выходить в записи Несколько недель назад в наш город приезжал Только представьте себе Директор детской школы искусств Из Хасавюртовского района Республики Дагестан И приезжал он не один, а с инструментом Опять с каким-то необычным Да, с необычным кавказским инструментом Не буду сейчас произносить название Обо всем узнаете И несколько композиций там в течение передачи он исполнил Инструмент просто волшебный Делается из цельного куска дерева Корпус у него напоминает такую лодочку Лодочку Так он струнный? Он струнный Угадайте, сколько струн у инструмента? Ну, три, наверное Нет Две Две? Но так звучит, слушайте Две струны В общем, интересная очень передача после 13 часов В культпоходе после 12.05 у нас в гости придет Дмитрий Шеляев придет Вот у нас в гости директор Центра современного искусства Галерея Прогресса У него традиционно уже под Новый год будет Арт-маркет Прекрасная совершенно ярмарка Товаров, так сказать, ручного производства Дизайнерских, уникальных Как раз если кому-то хочется что-то необычное Подарить любимому человеку на Новый год Ваша дорога в Галерею Прогресса Ну вот читаю И кроме того, да, будут сказать здесь спектакли в Гарьерном На всем этом он расскажет сам Ну читаю буквально с сайта Галереи Прогресса Что такое арт-маркет новогодний Это фестиваль дизайна, хендмейда И творческой фантазии Творческой фантазии Где вы сможете приобрести, подарить, продать интересные вещи От дизайнеров, коллекционеров, мастеров Прочных дел и простых идей Еще можно выменять А еще можно выменять Пропускает этот важный момент Можно обменом заняться Вероприятие, кстати, будет завтра, 22 декабря И сразу скажу Возрастное ограничение 0 плюс Но оно двухдневное Там, как всегда, суббота, воскресенье Да, но обо всем в культ походе А что касается первого часа Программы дневной разворот У нас уже становится такой традицией К нам приходят коллеги Из издания бизнес-новости в Кирове И презентуют нам Наисвежайший рейтинг Люди года Но в этом году, соответственно, это Люди года 2018 Николай накануне побывал на соответствующем мероприятии Как и наши гости Сейчас мы их представим Организаторы, собственно, и рейтинга данного мероприятия Так что хотелось, чтобы, Николай, вы поддерживали наших гостей И свои впечатления о вчерашнем мероприятии тоже высказывали Хорошо? Хорошо, но давайте сначала представим Наши гости у нас сегодня в гостях Татьяна Завьялова, директор газеты бизнес-новости в Кирове Татьяна, добрый день Здравствуйте Анастасия Белова, главный редактор газеты бизнес-новости в Кирове Анастасия, добрый день Добрый день, спасибо, что принесли нам непосредственно Вот, как это называется, правильно, вкладка? Да, это вкладка Вкладка в газету Люди года 2018 Как всегда в прекрасном полиграфическом исполнении Сразу же хочу спросить за слушателей, за горожан Где непосредственно, Татьяна, можно будет вот это найти? Будет ли вы в открытом доступе? Ну, на сайте бизнес-новости точно будет А вот подержать так, чтобы найти где-то, почитать Печатное издание бизнес-новости в городе Кирове Это газета, которая распространяется по всем офисам, предприятиям Есть на стойках в городе В торговых центрах в том числе, да? Да, у нас в редакции можно взять эту газету И именно в предпоследний выпуск этого года Это вкладка Люди года То есть она будет в каждой газете будет, да? Конечно, да Отлично, то есть проблем не будет Вчера эксклюзивно мы эту вкладку ДОП-тиражом получили из типографии Для того, чтобы принести на мероприятие И впервые вот там это все вскрыть Причем вскрытие происходило через сейф Хотелось бы напомнить Почему мероприятие это вчера было Потому что 10 лет исполнилось газете бизнес-новости Это очень, мне кажется, даже более важное событие Чем очередной выпуск рейтинга Все-таки 10 лет это такая сумма красивая Ну, я предлагаю разграничить рейтинг Люди года И бизнес-новости десятилетия отдельно поговорим Давайте все-таки на Людях года сосредоточимся Для начала предлагаю все-таки напомнить Что все это значит Что это за рейтинг Кто туда попадает Как определяются победители Итак, Анастасия или Татьяна? Татьяна Ну, вы можете друг друга поддерживать У нас свободная атмосфера достаточно Этот рейтинг Люди года Анастасия Белова Глафред бизнес-новостей в Кирове Этот рейтинг у нас Подчеркну, что независимый рейтинг Он формируется уже в восьмой год То есть это вышел в восьмой раз Традиционно формирование проходит в два этапа Это на первом 20 экспертов газеты А это непосредственно собственники бизнеса Это предприниматели Это чиновники Это общественники Это главные редактора СМИ Они определяют перечень лиц Людей, которые По их мнению Стали знаковыми Чьи имена стали знаковыми В выходящем году Анастасия, почему именно 20? Напомните, почему не 50? Почему не 100? Ну, так сложилось исторически Этого достаточно Здесь, смотри, суть не в том, сколько человек Потому что они определяют какой-то приблизительный список И все голосующие могут добавить своих Там есть такая опция Там написано Важный момент Пожалуйста, можешь писать еще кого-то своего Хорошо То есть это довольно формальный такой момент Но приятно, что серьезные люди этим занимаются Да, как раз вот эти вот имена Они становятся основой для своего рода лонг-листа И уже второй этап ретингования Где 200 экспертов определяют в каждой из номинаций До 6, ну, по их мнению, значимых Наилучших Так, еще раз, давайте На первом этапе 20 20 экспертов предлагают длинный список Длинный, сколько угодно туда может Именно и фамилии попасть Да, и очень долго листать потом Может и 100, и 200, и 300, и 1000, и так далее И вот второй ключевой этап Когда уже идет распределение по номинациям Да, и этим занимаются Этим занимаются 200 экспертов 200 экспертов Да, мы целенаправленно, адресно направляем всем Причем обязательно правило, что ссылки никто не может перенаправлять Чтобы не было дублирования, голосования за какого-то конкретного человека По электронной почте это все рассылается По электронной почте это все проверяется Это все подтверждается Все звоним, предупреждаем То есть это вот абсолютно из разных сфер люди Они определяют до 6 человек в каждой номинации И самое главное, что там можно дописать свои имена И не появляется очень много новых имен Которые изначально не входят в этот список Ну, номинации предлагаете вы, редакция, соответственно Да, у нас традиционные номинации Давайте их озвучим сейчас сразу Какие номинации есть в рейтинге «Люди года» в настоящий момент 2018? Ну, вот если листать этот вход, политик года Промышленник года Дальше Николай Бизнесмен года А вот лидеры малого и среднего бизнеса Это не очень давно появилось, да? Нет, это у нас на протяжении 4 лет Ну, она позже появилась, да? Да, она позже, это добавленная рубрика Так, далее Строитель года Строитель Это традиционная номинация Финансист тоже традиционная, насколько я помню Так, здесь большая Финансист года, да? Финансист года Законный порядок Законный порядок Здесь произошло Да, вот какое-то изменение Раньше было вместе Некое разрезание Да, некое разрезание номинации Почему? Для того, чтобы не было некой путаницы Между коммерческими структурами и государственными С государственным сектором Да, мы сделали законный порядок И защита То есть такая более общая формулировка Законный порядок То есть разделили как бы общественников И тех, кто по долгу службы занимается этим Ну, в смысле, так сказать В силовых структурах Так, следующая номинация общественных Крепкая номинация общественных Ой, какая красивая Какой красивый здесь победитель Да, да, да Приятно посмотреть Нововведение Тоже два года всего лишь Мы замеряем и делаем статистику По руководителям сельхозпредприятий Очень важная тема Потому что Никто, наверное, не будет Оспаривать то, что Сейчас село нас кормит Да и всегда, в принципе, кормило И это герои Которых нужно обязательно заявлять И объявлять Это действительно люди года Вы именно по производству молока их ретингуете? Это мы имеем в виду Топ-5 хозяйств Кировской области По производству молока Молока, мяса Но это, мне кажется, уже не общественный опрос идет Просто по данным По статистике, да? Да, это статистические данные Но это не отдельная номинация Это, так скажем Это не голосование было, да Это объективные данные По количеству, собственно, произведенных И потом еще у нас, я вижу, лидеры здравоохранения И лидеры образования Да И это, наверное, уже будет все, да? Все Так А молодой предприниматель Да, есть еще одна замечательная страничка в этом рейтинге Из 16 полос Целая полоса выделена для молодого предпринимателя Важная тема, да Мы готовы и хотим поддерживать растущий бизнес Стартаперов Потому что этим людям действительно тяжело Хотя они готовы рисковать Они находят какую-то идею Они хотят себя продвинуть Поэтому мы в этом году участвовали в конкурсе Ты предприниматель Были даже организаторами этого конкурса Регионального этапа И на всероссийский этап уехало три Вернее, на всероссийском этапе Три человека из Кирова Три молодых предпринимателя Стали Взяли парню первенства Да Причем два первых места Один спецприз Поэтому И они вошли вот сюда Да, да, да Очень горды за этих ребят Это, опять-таки, не отдельная номинация А это как важная составляющая Это некое приложение к рейтингу Бизнес-сферы А информацию вот о них вы где получали? Многих ребят мы знаем Вот они как раз прошли через этот конкурс Информации Это в общем доступе есть Так, хорошо Продолжим изучать рейтинг Люди года от издания Бизнес-новости в Кирове Вернемся к первой тренинадцатому Да, нам сейчас нужно сделать небольшую паузу Буквально полминуты И мы вернемся к разговору Немаловажное уточнение В перерыве сделала Татьяна Завелова Директора газеты бизнес-новости в Кирове Оказывается, есть еще и потуги такие От сотрудников предприятий Как-то помочь своему руководителю Это вполне объяснило Да, конечно, все хотят, чтобы их руководитель стал лидером Да, и между прочим Вот это и раньше Вот я когда помню Вот мы занимались этим Что были попытки Особенно, скажем так В финансовых структурах Где, видимо, дисциплина жесткая Когда вдруг смотришь, там отправляешь одному человеку А приходит двадцать ответов И во всех этих двадцати ответах На первом месте Руководитель Да Но это легко Очень видно Сразу понятно То есть это притекается То есть такие вещи А вы говорите, что даже кто-то звонил, да? Да, были звонки в редакцию Были предложения подобного уровня Для того, чтобы руководитель компании Был на более высокой позиции Сотрудники хотели именно так Поддержать своего руководителя Сплотиться Проголосовать Несколько анкет отправить Но это было замечено Это всегда заметно И поэтому такие вещи Еще раз повторяюсь Пресекаются Хорошо Ну давайте непосредственно Уже переходим к номинациям И озвучим имена победителей Ну и, конечно же, проанализируем Как изменились позиции По сравнению с предыдущим Да, у нас есть рейтинг Да, предыдущего года Наглядно очень видно Раз Вот я хочу спросить Раз у нас Сразу же начинается С политика года Можно ли назвать Анастасия политик года Ключевой номинации В этом рейтинге Или просто так вот сложилось Ну, наверное, это одна из ключевых номинаций Одна из ключевых Одна из ключевых Так, Николай Вам предоставляется возможность Тройку победителей Тройку победителей И начнем с третьего места Да, чтобы интрига была Давайте В этом году на третьем месте Глава города Кирова Елена Васильевна Ковалева Чуть-чуть выше ее На одну ступенечку Илья Вячеславович Шульгин Глава администрации города Кирова То есть город Взял половину Больше половины пьедестала почета Угадай, кто на первом месте Не подглядывай Ну, я уже подглядел Мне уже трудно Удержаться Ну, мне кажется, тоже традиционно На первом месте Среди политиков Губернатор Кировской области Потому что, как бы Ну, это главный политик у нас И это просто уже На роду написано Что ему побеждать Да, вот я не помню По-моему, за 10 лет Ни одного случая Чтобы был не губернатор На первом месте Также в первой пятерке На четвертом месте Первый зампред Александр Чурин Причем, если сравнивать С прошлогодним То Александр Чурин Какой-то такой невероятный взлет Произвел С какого места С десятого места на четвертое Очень хороший рост Динамика очень впечатляющая Я бы сказал Замыкает пятерку лидеров В этом году Еще один зампред Тоже заместитель И тоже очень активный Заместитель Председателя правительства Кордюма Дмитрий Александрович На одну позицию вверх Поднялся за год То есть с шестой на пятую Получилось? С пятой на четвертую Ой, извиняюсь С шестой на пятую Если он поднялся Да-да-да Он был четвертым Кордюма в том году А, так получается Все-таки Он опустился на ту Панист на ступень Вот как раз Чурин-Чурин Своим резким рывком Его немножечко Ядвинул Ясно Владимир Быков Валерий Крепоснов Рахим Азимов Олег Валенчук И Роман Титов Это вот Еще пять мест В этой десятке Так Ну давайте Изменения по В прошлогоднем Довольно-таки Заметно Вот это движение Кто-то появился Кто-то вышел Из рейтинга Ну понятно Что Василий Куприянович Сураев По естественным причинам Так сказать уже Ну кстати 24 декабря Будет день памяти Да По Василию Куприяновичу Вот Так Так что движение заметно И мне кажется Вполне объяснимо Потому что Игорь Владимирович В прошлом году Тоже возглавил Да Я говорю По-моему Сколько я помню Все 10 лет Губернатор занимал первое место Это тоже понятно Анастасия Расскажите поподробнее Там про кухню С самого начала Было понятно Что Васильев выбивается В лидеры В лидерах будет Шульгин Ковалева Елена Васильевна Не сразу было понятно Нет Нет Не было сразу понятно Потому что там Непредсказуемые ответы Во многих Анкетах были То есть ситуация Может кардинально меняться Кардинально она не может Она может меняться После получения 50% Точнее Не может уже меняться Тогда вот 50% Ответов Мы получили И вот тогда В принципе Стало понятно Тогда уже можно предварительно Какие-то выводы делать Да предварительно Абсолютно Но все равно Изменения Бывают всегда Так Игорь Владимирович Илья Вячеславович Илья Васильевна Кто-то из них Вчера получил Лично Награду Илья Вячеславович Илья Вячеславович Он был вчера На празднике Я вчера ходила К Елене Васильевне Ну я ходила к ней На интервью Главе города Да Главе города Она хотела Она поздравила Вот через меня Всю нашу редакцию Всех ребят Она Извини Просто у нее физически Не получается Она хотела Было много мероприятий Конечно Просто вот настолько Настолько плотный график У всех руководителей Но все равно Очень многие К нам смогли Вырваться Илья Вячеславович Был и Курдюмов Дмитрий Александрович Да Спасибо большое Что они нас посетили Действительно Мы смогли с ними И пообщаться И поговорить О каких-то Очень важных моментах О перспективах Хорошо Время бежит Я так думаю К паре к следующей номинации Переходить Поздравляем всех Кто занял свои места В номинации Политик года Рейтинга Люди года 2018 От бизнес новостей В Кирове И следующая номинация Промышленник Промышленник Тоже одна из ключевых И так тройка лидеров Тройка лидеров У нас С третьего Владимир Васильевич На третьем месте У нас Манцемлидзе Сергей Раулиевич Генеральный директор Был Осенью Случились перестановки Случились перестановки Ну и Госбан Консин Маркович На первом месте Тоже мне кажется Это не удивляет Вряд ли кого Если сравнить ситуацию С тем что было Год назад Год назад Гозман был вторым Потому что первым был Сураев Василий Куприянов Опять же Манцемлидзе Вот как ни странно В прошлом году Когда он был такой активный На самом деле Директор весь год Он был третьим Сейчас он второй А вот новый Генеральный директор Уралхима Он тоже попал В десяточку Трушкова Дмитрия Анатольевича Он тоже уже Несмотря на то что Он недавно Он уже на седьмое место Потому что человек Очень так активно Вписался в жизнь региона Анастасия Разрыв Между тройкой лидеров Большой ли Получился по итогам Голосования Гозмана Манцемлидзе Савиных Нет? Не очень большой? Нет Не очень большой Я не скажу сейчас Процент в каком-то соотношении Нет Не очень То есть Такая Тройка в авангарде Она такая Очень уверенная Вообще даже Не между тройкой Между первыми лицами Там вряд ли Сильно большой разрыв Потому что Как бы все фамилии На слуху Все фамилии Все эти люди Очень активные Я даже по себе Сужу Я тоже заполнял анкету В этом году Вот Как бы Ну понимаешь Ну все равно же Ну я правда Манцемлидзе не отмечал Я отмечал Тружкова Потому что Просто посчитал Что его уже нет Но было понятно Что очень многие его отметят Ну я озвучу Еще две фамилии Которые в топ-5 Промышленников года Попали по версии Бизнес-новостей В Кирове На четвертом месте Александр Иванов Это гендиректор ВМП АвиТек То есть Кировское машиностроительное предприятие И на пятом месте Геннадий Александрович Мамаев Это Лепси Безусловно Генеральный директор Также Шестое Седьмое Восьмое Девятое И десятое места Это соответственно Илья Курагин Дмитрий Тружков Михаил Некрасов Сергей Береснев И Николай Юферев Николай Юферев Да вот он появился Я очень рад Хольцхаус Да Причем Четыре последних Четыре фамилии Ну они Не последние В своей сфере Да Они новые Они новые В прошлом году Их не было в десятке Юферев Береснев Когда рейтинги Печатают такие Особенно всяких звезд Когда кто-то новенький У него значок ставят Может быть в следующем году Тоже вам отметить Каким-то красненьким уголочком Совсем недавно Мы отошли Как раз от символов Которые были У нас заведены На протяжении Они отвлекают Вы решили Или что В чем причина Там была Кардинальная смена Вообще Всех лиц В рейтингах И не с чем было Сравнивать Предыдущий год С предыдущим годом Так там вот не то Что плюс позиция Просто писать Кто новенький Кто появился Нью Хорошо Наверное Это будет интереснее Ну что Что-то хотите еще добавить Или к следующей Переходим Давайте к следующей Переходим У нас пара минут У нас до рекламы Еще есть И мы переходим Я так понимаю Ключевой Бизнесмен года Подождите Бизнесмен года Да Ключевая Для профильного издания Я так понимаю Номинация Бизнесмен 2018 года Не обязательно Потому что и промышленники И бизнесмены И лидеры малого и среднего бизнеса Все для делового издания Ну я сужу по названию Бизнес новости Бизнесмен года И так тройка лидеров Пожалуйста Николай Здесь прекрасная тройка лидеров Я вчера просто ахнул Потому что Березин Андрей Олегович Который занял первое место Опередил Березина Олега Юрьевича Который занял третий И вот это конечно для меня Вчера было очень таким Приятным сюрпризом И очень рад за Андрея Молодежь Молодежь пошла вперед Ну и на втором месте Сергей Киселев Президент движения Нефтепродукт Я думаю тоже представлять его не нужно И понятно почему Валерий Васильевич Крепостнов Четвертый Илья Николаевич Курагин Пятый Пятый Новиков Игорь Это гендиректор Время простора Следующий по списку Гордиенко Ольга Сергеевна Это Ава Рус Директор Кировского филиала Следующий Михаил Шихов Предпоследнее место В десятке занимает Это бизнесмен Депутат Кировской гордумы Который очень частый гость В нашей студии И опять же Приятное пополнение Федор Васильевич Сураев Фамилия осталась В рейтинге Замгендиректора Кировского малышного комбината Он замыкает десятки лидеров Что было в прошлом году В номинации Бизнесмен года Николаева Я скажу так Что очень много изменений Я бы сказал Очень много изменений Кто на первом месте Был в прошлом году Киселев Сергей Николаевич Березин тоже был в тройке Старший младший Новиков в тройке был Сейчас он довольно таки Сильно опустился Нет уже в десятке Сейчас ни Долгополова Константина Ни Израилева Ни Слотина Ни Пушкарева Андрея Но появились новички Анастасия Татьяна Можете пояснить Почему именно Вот такое изменение Ну я понимаю Что сейчас Как-то некорректно Говорит за людей Которые голосовали Именно так Не выше Вы их выбирали Непосредственно Но все-таки Неужто у нас Какие-то такие Модификации В бизнес-сообществе Какие-то серьезные Процессы происходят Просто я Не работают Согласись Десятка обновилась Наполовину Это тоже о чем-то Говорит Наверное Ну на ваш взгляд Это хорошее явление Обновление Такое Свидетельство того Что жизнь на месте Не стоит Сфера развивается Сфера и те Которые около Всегда присутствуют Бизнеса Ну что Поздравляем Конечно Безусловно Всех И тех Кто вошел В эту десятку И всех Кто не вошел В нее Тоже все Кто рейтинговались Это тоже В любом случае Большой ответ То есть смотрим Что здесь есть Устойчивые персоны Которые из года в год Появляются в рейтинге Да И где-то там Плюс-минус Одна позиция Да Движение И Обязательно Появляются новички Но это связано С тем Наверное С тем С теми активностями Которые происходили Со стороны предприятия В этом году Если Аварос Достаточно активен Был В том числе И В деловых СМИ Судим по нашей газете Да Если Шихов Михаил Викторович Уже заявил Себя Очень достаточно громко В этом году Поэтому Его начинают выбирать Его в рейтинге Отмечают Но это мне кажется Относится ведь не только К предпринимателям Так же Когда мы говорили Про политиков И говорили про того Чурина Который в принципе Не первый год на посту Но в этом году Он информационно Очень активен Да Он стал на слуху Его фамилию связывают С какими-то хорошими изменениями С какими-то хорошими делами Поэтому он попадает В рейтинг Это зависит от публичной активности Давайте на рекламу сейчас уходить У нас еще 7 номинаций впереди Мы успели только малую часть Еще осветить Так что ускоримся Через полтора минут Наши гости В программе Дневной разворот Этина Завьяловна Директор газеты Бизнес-новости В Кирове Я Анастасия Белова Главный редактор Этого издания Наши коллеги Мы говорим сегодня О восьмом уже по счету Рейтинге Люди года Люди года 2018 От бизнес-новостей В Кирове И я предлагаю Быстро двигаться Уже к следующей номинации Озвучивать победителей Итак Лидеры малого и среднего бизнеса Лидеры малого и среднего бизнеса Без сомнения Лидер номер один Долгоршина Хюлия Владимировна Это владелец салонов Канцлер Паула Конте Редмонд Инканто И кофейней шоколадница Ну просто прекрасный рывок Прекрасные женщины Я просто очень крайне за нее рад Второе место Константин Русских Директор ООО Макси Флора Третье место Иван Токмаков Гендиректор мебельной фабрики ВЕРОМ Также в пятерке Юрий Лупов Это Кирово-Чапецкий хлебокомбинат На пятом месте Вадим Демидов Фирма Донар Ну и остальных тоже в десятку Которые попали в озвучен Ну за экономию времени Уже без собственно должностей Анна Кочкина Андрей Несветаев Илья Баранов Никита Семиларский И Ольга Лобастова Ну хочется сразу отметить Что очень заметная смена Последний с прошлым годом А вот давайте сейчас Татьяну Прокомментируем Что произошло в лидерах Малого и среднего бизнеса Хочу прокомментировать следующее С позиции шестой Юлия Долгоршиных Вышла в лидеры Первое место Есть интересное движение С девятого места Константин Львович Русский На второе место Тоже огромный шаг Семимильный Появился новичок Семиларский Никита Сергеевич Кофейни Кофелайк Человек пришел Из молодых предпринимателей То есть в рейтингах Его никогда нигде не было Ольга Лобастова Занимает устойчивую Десятую позицию И еще Да, действительно Очень хороший шаг Кочкина Анна Валентиновна Это Карл Цейс Карл Цейс И люкс оптика Человека не было В прошлогоднем рейтинге Сейчас она на шестой позиции Очень серьезно Двигаемся дальше Наши поздравления Лидерам малого и среднего бизнеса Строитель года Строитель года По-немецки Строитель года По-немецки Баумайстер Баумайстер года Баумайстер года Давайте тройку Николай Тройка Начнем с третьего места На третьем месте К сожалению Ушедший от нас Денис Леонидович Крутихин Глава Кировского ССК Но в любом случае Как бы приятно Что он в этом рейтинге отмечен Алексей Миронов На втором месте Юрий Захаров На первом Соответственно Кироспецмонтаж И Железно Железно Как раз вот эти две организации Это на самом деле Все три Организации Это лидеры строительного рынка Кировской области Естественно Что они находятся На верхних позициях В пятерке также Павел Шихалеев Это новый дом И Дмитрий Сергеев Фирма Маяковская Ну а далее Александр Клёц Дмитрий Александр Дмитриев Виктор Кудешов Сергей Перминов И Сергей Халевин В МПА Витек А тут какие изменения По сравнению с прошлым годом Ну здесь вот такое Интересное изменение Поменялись местами Миронов и Захаров Миронов и Захаров Миронов и Захаров Первые два места Миронов строит больше Но Захаров Видимо Вот за счет Какой-то своей активности Да В том числе Вот такой Как бы благотворительной деятельности Вот за счет того Что он активно участвует В благоустройстве Этого города Мне кажется Вышел на первую позицию В общем подходы Подходы Скажем Да Цель-то одна Но подходы Да Ну вот как бы Несмотря на то Что Кира спецмонтаж Строит больше Вполне мне кажется Логично Что все-таки Захаров возглавил Этот рейтинг Что добавите Коллеги По строителям года Здесь если смотреть По строителю То новых имен нет Новых имен нет Ну это такой устоявшийся бизнес Да Это устоявшийся бизнес Я так понимаю Трудно очень Зайти на строительный рынок Зайти на это И стать существенным игроком Тем более в связи С последними изменениями Ну да Там запрет долевого строительства И так далее Да Поэтому Замечательно Что здесь все устоялось Что здесь нет никаких Таких колебаний Которые бы могли Вывести предприятия Из списка Вот Поэтому поздравляем всех Да Поздравляем Первое три места И всех в десятке Потому что мне кажется Очень такой устойчивый Сложившийся рынок Это финансовые Финансисты года Финансисты года Илья Прозоров Председатель правления Коммерческого банка Хлынов Первое место Артем Пищик Управляющий Кировским делением Сбербанка Второе И Лариса Маковеева Наш министр финансов Кировской области Третье В том году то же самое Только управляющий Сбербанком Был другой Там был подвальный Но видимо Вместе с должностью Перешло и место Руководители Как известно Мы тут Не подвластны Они не подвластны Нам И довольно традиционно Владимир Скобелкин В рейтинге Остается Сергей Горинов Это управляющий Офисом ВТБ 24 Сергей Тувалкин Вятка Банк Председатель правления То есть это как бы Люди которые В этом рейтинге остаются Мне очень приятно Увидеть Юру Кокарева Здесь Моего Накурсника Мы с ним учились вместе Юрий Юрьевич Поздравляю С таким неожиданным Появлением В этом рейтинге Высудно В более высоком месте Причем он поднялся Да Он поднялся В рейтинге Также да Отмечены на соответствующих местах В номинации Финансист года Владимир Бакин Ну тут в лишних представлениях Не нуждается Владимир Гаврилович Конечно Юрий Кокорев Да Кокорев Простите да Уже сказали Мария Гагара Промсвязь с Банкой Константин Кропанев Исполнительный директор Компании Ажево Финанс Так Давайте перейдем К нашим Дорогим аграриям Или Или в следующую номинацию Закон и порядок Закон и порядок Вот Ну здесь Как бы вот Люди-то все те же Но они как-то Места меняются Даже интересно понять Почему Да Вот даже Есть над чем подумать В этом году В этом году возглавляет рейтинг Айрат Ахмедшин Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Покировской области Следующим идет Сергей Мочелов Председатель Руководитель УФСБ России Покировской области И Константин Никандрович Селянин Замыкает тройку лидеров Это начальник УМВД России по Кировской области Также В этом рейтинге Здесь пятерка всего лишь Владимир Устюжанинов Председатель второго Арбитражного апелляционного суда И его коллега Сергей Мартынов Председатель арбитражного суда Кировской области А нет Еще есть и Смехов Смехов Да Вот наш новый Главный налоговик Да Он как бы вот здесь вот еще Не очень крупно напечатан Ну и защита и право Соответственно да Защита и право Номинация На первом месте С чем мы его поздравляем Сердечина Это Яна Евгеньевича Батарев Он мне кажется Вообще давно уже на первом месте Да И в прошлом году это первое место В хорошем смысле Сторожил рейтинга Люди Года От бизнес новостей в Кирове Второе место Алексей Винокуров Тоже принимайте Алексей Наше искреннее поздравление И не менее искренне поздравляем Не менее искренне поздравляем Марину Копырину Президента адвокатской палаты Кировской области Четвертое и пятое места Сергей Носков И Николай Шаклейн Николай Иван Шаклейн Вчера отметил юбилей Напомню вам Да ему исполнилось 75 лет Долгих лет желаем Тоже в связи с этим Ну что дальше Моя любимая номинация Общественник Года И в самом верху Прекрасная фотография Я очень рад Что это наша коллега Светлана Занько Которая Второй раз Второй раз В этой номинации И по-моему Вполне Вполне обоснованно Говорят дождь не падает Ну это ж не падение Но тут не тот случай Также в тройку вошел Владимир Шабардин Наш омбудсмен По правам ребенка И Николай Михайлович Лепатников Президент Вятской торгово-промышленной палаты Вот Дальше идет по списку Юрий Захаров Вот то о чем мы говорили То есть человек Предприниматель Бизнесмен И он же как общественник Мне кажется Вот эта вот как раз Связка она сыграла В его пользу Андрей Усенко Член общественной палаты Российской Федерации Сусанна Васильевна Никитина Юнгблюд Учитель благотворительного фонда Имени Илана Богослова И Антон Касанов Член общественной палаты Третьего созыва Автор известного проекта Пешком повятки Вот так вот я до сюда дошел Дальше идет Ольга Шебека Дорогу и Добра Толя Курбатов Тоже у нас частый гость В студии Координатор движения Красивый Киров И Виталий Викторович Брам Организатор движения Делай Дороги Общественник Годом Да Это были общественники Года Новая лица Усенко Извиняюсь Захаров Юрий Анатольевич Курбатов Анатолий И Брам Виталий То есть три человека Которые в этом году Были на виду И делали очень много серьезных Вы сказали Захаров, Усенко и Брам Да Сокращенно зуб Получается Зубы даю Ну Усенко не новый был Ага Так И далее Следующая номинация Три минуты у нас остается Что лидеры здравоохранения Да Лидеры здравоохранения Лидеры образования Мне кажется мы по пятерочке Назовем Давайте По очереди Давайте Давайте Здравоохранение Хорошо Здравоохранение Тройка лидеров Выглядит следующим образом На первом месте Заместитель Представителя правительства Нашего региона Дмитрий Курдюмов Поздравляем с победой На втором месте Главный врач Кировского областного Клинического Перинатального центра Николай Владимирович Семеновский Тоже Очень заслуженная победа И министр здравоохранения Нашего региона Андрей Вениаминович Черняев Замыкает тройку лидеров На пятом Четвертом местах Соответственно Михаил Юговкин Исполняющий главного врача Центра травматологии Ротопедии Нейрохирургии И на четвертом месте Ральников Вадим Владиславович Глав врач Кировской областной Клинической больницы Лидеры образования Валентин Николаевич Пугач На первом месте Директор ВятГУ И мне кажется Тоже это совершенно ожидаемый Поздравляем Валентин Николаевич На втором месте Михаил Исупов Это директор Кировского физмат лицея На третьем месте Светлана Витальевна Шумайлова Теперь у него должность Директор музея Имени Константина Эдуардовича Циолковского Авиации Космонавтики Тоже принимайте Наши искренние поздравления И на четвертом месте Что мне особенно приятно Валерия Волокжанина Директор Вятской гуманитарной гимназии Так как Мой ребенок Учиться именно там Вот Это на что намек Это просто Мне очень приятно Что Ребенок был Поднадлежащим Это Ребенок попал в хорошее Объект Кто-то сомневается Конечно Вот И Владимир Сизов Ректор ВСАИ Замыкает пятерку Лидеров этой рубрики Насколько серьезные изменения Будем Не будем сравнивать Просто времени Устойчивое очень Положение первых трех Персон Что в той Что в другой рубрике Причем по здравоохранению Они были один в один Если сравнивать С семнадцатым годом И Легкие изменения Опять же В связи с тем Что Ушла Надежда Павловна Гурьянова Легкие изменения То есть Поднятие Рекция Рекция библиотеки Минигерцена Да Поднятие Третьего места На вторую позицию Вот Ну и появилась у нас Светлана Шумайлова В этой рубрике Потому что раньше Она просто занималась Другим делом Заместителем Главы администрации Нашего города Шла по другой номинации Буквально минутка полторы У нас остается Еще раз хотим поздравить Да Всех Кто Принял участие В определении Победителей В разных номинациях И самих победителей В номинациях Поздравления Безусловно Рейтинг люди годы 2018 Вот газета Бизнес новости В Кирове Я бы еще добавил Поздравления В адрес наших Опять же гостей Напомню Что издание Отметило Десятилетие А это срок Вы знаете В этом бизнесе Год идет За три Наверное Ну можно Какую-то Сейчас Пламенную Речь В связи с Десятилетием Да Когда речь о себе Пошла Девчонки Растерялись Нет Я действительно Хочу Чтобы Настя Что-то Надо твердо Сказать Всем назло Мы есть Будем Всегда И так далее Вчера кто-то Хорошо выступил Сказал Что во всем мире Наверное Падают тиражи газет К нам это не относится Кстати во всем мире Они не падают Как выяснилось Наоборот Сокращается сегмент Электронных изданий Так что Какие планы Хотя бы вкратце Анастасия В планах у нас Появляется Очень много рубрик Новых В газете Бизнес новости Да Это мы говорим Сейчас про газету Бизнес новости У нас много Новых тем Которые Регулярно нам Предлагают наши читатели Мы их всегда Стараемся поддерживать Мы всегда Стараемся поддерживать Все инициативы Которые озвучены Нашими читателями Поэтому спасибо Всем нашим читателям Которые в принципе Помогают нам Формировать Эту газету Еще раз напоминаем Что газету Бизнес новости С такой праздничной Вкладкой Очень красивый Рейтинг Люди года 2018 Вы можете Найти Настойка В городе В том числе Можно прийти к нам Сюда в редакцию Московская 40 У нас прямо на входе У администратора Настойки есть Ну и электронная версия Этого рейтинга Безусловно Как Татьяна сказала Появится на сайте Издание БНКиров.ру Напоминаю И вы выложите ее Обязательно Сегодня Сегодня Можно будет На сайте Посмотреть Спасибо Удачи вам На этом Дневной разворот Завершен Далее новости Тематические программы И программа Культпоход Уже через 20 минут Спасибо Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...